С начала года с высоковольтных опор спилили 170 металлических уголков. Одну опору воздушной линии электропередач унесли целиком. Еще срезали больше 200 метров металлического кабеля. Самый популярный нелегальный заработок среди воров – трансформаторное масло, отмечают правоохранители. Его уже слили больше 8 тонн. Так как находиться в трансформаторе очень опасно из-за высокого напряжения, иногда кража масла приводит к смерти. Один из таких случаев произошел этой осенью в Харьковской области. Проникли в помещение трансформатора и, естественно, что произошло замыкание. Человек там на месте сгорел полностью. Два человека, один или два, которые были с ним, даже дверь закрыли за ним. То есть он уже сам не мог закрыть, потому что там уже был труп. Закрыли дверь и ушли. Чаще всего воруют оборудование электриков в небольших поселках области. Лидируют Харьковский, Балковский и Краснокутский районы, отмечают в Харьковоблэнерго. Особенно активно в последние месяцы. Так, безработный 28-летний мужчина за пару месяцев предположительно слил больше 800 литров масла из шести трансформаторов, пока его не задержали на горячем. Похищенное трансформаторное масло сбывал частным фермерам, как пояснил, для посевной. Денежные средства, вырученные от похищенного трансформатора масла, тратил на свои нужды. Найти правонарушителя удается очень редко, только если кто-то из очевидцев сообщает о краже, говорят следователи. Так энергетики просят сообщать о фактах хищения на номер 102 или горячую линию компании 1504. Ирина Антонюк, Евгений Карпенко, Медиагруппа «Объектив».